всем привет с вами как всегда вульф и сегодня в меломании мы вместе с вами будем говорить о раннем периоде карьеры американской рок-группы пантера а именно когда мне еще не было фила ансельма поехали что ж многие из вас конечно же знают эту великую банду по таким пластинкам как cowboys from hell volga display of power и far beyond driven но мало кому известны и ранние работы которые сама пантера не только игнорирует но и предпочитает попросту забыть об их существовании а дело в том что до того как стать мировой иконой экстремального металла излучающую собой безбашенную агрессию и укатывающую просто в асфальт любого мощным грувом группа играла совсем другую музыку которой вы даже не найдете ни одного малейшего намека на их последующее великое будущее но так ли они плохи спросите вы что до сих пор их коллектив не только не воспринимает как свое родное детище но и даже старается забыть как какой-то страшный и ужасный сон для фаната пантеры девяностых это сто процентов но для меня как меломана эти три диска вышедшие с 1983 по 85 годы значат очень многое во всяком случае хотя и тилан плей тогда и не выстрелили и не дали группе стать супер глэм метал командой типа motley crew но как ни странно до сих пор представляет из себя довольно интересный яркий материал которому в свое время просто не хватило как мощного и дорогого лейбла так и сильной раскрутки но как говорится все что не делается все делается к лучшему и кто его знает получив тогда все задуманное у коллектива сейчас бы мы уже не имели в своих коллекциях таких песен как walk is cemetery gates так что как раз неудачи с продакшеном первых работ и сподвигнули банду крутым переменам да и приход филан сельма во многом поспособствовал этому но сейчас не об этом давайте вернемся к самому началу итак одна из самых влиятельных и брутальных групп тяжелого жанра пантера родилась мирном техасе в то время штате буквально на каждом углу существовали блюзовые клубы но это не помешало нескольким школьным друзьям сколотить команду чтобы начать играть совершенно иную музыку взяв себе незамысловатое название пантера группа начала играть чуть ли не в каждой забегаловки и только была возможность самыми техническим команде оказался гитарист дэрил влюбленный еще с детства в тяжелый рок и особенно в группу kiss с раннего детства со своим братом который также оказался в пантере играл на барабанах они любили подолгу джимовать гараже и своей группе являлись самыми преданными музыки которая буквально у них была в крови пареньки родились довольно музыкальной семье их отец джерри эбботт был владельцем студии а также еще и звукорежиссером в общем пантера продолжала активно играть по клубам и вскоре в блюзовом техасе у них появилась своя аудитория помимо кавер группа исполняла также и собственные песни которые тогда можно было отнести глэм металлу чему соответствовал конечно же их имидж но потом восемьдесят третьем подоспел их дебютный релиз получивший название металл мэджик что ж первый лонгплей вышел довольно странным во всяком случае это не было чем-то таким уж сверхъестественным действом песни металл мэджика представляли из себя некую смесь из харда и глэма с небольшим вкреплением влияния новой британской волны хэви металла казалось что пантера хочет зацепить за собой все что было модно в то время от quite right как врать май рокет аренмейден как i'll be all right the flapper как tell me if you want it до своих тогдашних непосредственных кумиров в энд хэйлин как сет лавы короче говоря если резюмировать то диск металл мэджик вышел весьма неплохим конечно же степень записи могла быть и получше но в принципе и так все нормально звучит минусом добавить можно разве что только вокал который получился каким-то глуховатым да еще находится все время на заднем плане но даже не смотря на это альбом тогда уже показал что на нем есть кое-что что скоро задвинет за пояс большинство будущих именитых музыкантов да да я имею конечно же в виду гитариста даррелла эбботта взявшего последующем себе имя даем бык даррел тогда еще на первом альбоме будучи 17-летним юнцом он уже представлял из себя неограненный алмаз которому еще только предстояло сверкать но даже уже тогда его манера игры действовала как самый сильный гипноз не отпускающий на протяжении всего звучание пластинки в общем интересный по-своему диск не хватающий звезд как с неба так и не заслуживающий того чтобы его игнорировать во всяком случае я думаю он многим зайдет это уж точно в 1984 году пантера выпускает второй свой лонг плей под названием projects in the jungle если первый диск metal magic был неким смешанным склепанным из разных кусочков hard metal произведением то уже проекты в джунглях звучали в одной более менее единой музыкальной концепции хотя также имели влияние сильных мира сего на этот раз пластинка уж больно отдавала мод ликрю которые годом ранее выпустили революционный для своего времени альбом shout at the devil но надо сказать хотя пантера и копировала своих визави из лос-анджелеса но сделала это довольно мощно и четко тому же еще и звучало потяжелее короче говоря на этот раз дамбек даррел и компания попробовали утяжелить звучание что у них отлично и получилось да и сама игра будущего виртуоза выросла по сравнению с предыдущим релизом казалось в разы и на таких вещах как например киллерс это уже отчетливо слышно что ж в конечном итоге неплохой получился альбом и хотя как отдельный продукт это не самый оригинальный диз своего времени но и не самый худший на нем нет каких-то таких супер хитов да и само написание песен кажется каким-то незрелым но позвольте это все еще были очень молодые ребята у которых все равно была цель как можно быстрее стать уверенными в себе а также еще и лучшими в своем деле так что они не унывали и постоянно над собой работали 1985 выходит третий альбом пантеры получивший название аэм за night который стал впоследствии уже последним с вокалистом тэрри глейзом а что можно сказать банда все больше утяжелялась и уже даже начала баловаться спид металлом аэм да и вообще весь лонгплей взял веток на общую агрессивность даже несмотря на то что группа все еще большую часть своего творчества на этом диске представлялась как глэм heavy metal группа и хотя концепции оставалась непрерывно связаны с предыдущим project in jungle и I Am The Night уже был на голову выше. Во всяком случае, Пантера давала понять, что коллектив наконец-то разыгрался, где тот же Даймбек Даррелл начинал просто божить. Каждое его прикосновение к струнам несет чуть ли не убийственный и улетный саунд, который хочется просто переслушивать и смаковать. Да и сама пластинка была записана очень современно, по крайней мере, как для 1985 года, это уж точно. Особенно классные получились аранжировки барабанов, но такие, я помню, можно было еще услышать на мелодийских пластинках Питерского августа. В общем, слышно было, что группа уже на третьем лангплее достигла нового уровня развития. После чего нужно было определяться, куда дальше двигаться. Ясно было, что банда все больше от альбома к альбому становится все жестче и жестче. И тот же вокал Терри Глейза уж никак не соответствовал будущим амбициям коллектива, заряженного на музыку, где тому же Глэму просто не было места. Так что неудивительно, что Фротмен, в конце концов, покинул Пантеру, предоставив пришедшему на его место Филу Ансельма творить последующую историю. Но даже несмотря на то, что коллектив потом полностью затмил все то, что вышло с 83 по 85 годы, эти три альбома все равно представляли из себя неплохой материал. И хотя им тогда так и не удалось заинтересовать ни одной из больших фирмграмзаписи, и эти пластинки выпускались в большей степени как второстепенный продукт, представая в свете как явление какой-то даже безысходности, сейчас звучат даже очень прилично и приобретают совершенно новый другой вид. Конечно же, если вы не фанат Пантеры 90-х, а просто любитель классного и интересного металла. Ну а на этом у меня пока все, с вами был, как всегда, Вульф, и до новых видео меломаний. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!